Книга «Открытым оком», восьмой том, вопрос 2006, тема «Жития». В «Житиях» мы часто встречаем подвиги ношения в Верик. Значит ли, что чем тяжелее отягощение, тем легче спастись? Делали ли так апостолы или кто-либо в Библии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никогда и нигде. Все, что потом появилось, это искусственная, нарочитая, игра в трудности, в борьбу с бесами. И оправдание своей самости стали искать в видениях, в явлениях, в снах. А это есть просто дым и пар. Есть прямые указания Библии, их нужно любить и исполнять. А не противиться им под видом заумных подвигов иноческих. 1 Царств 15-23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя. Ссылаются на вериги апостола Петра. Но они были наложены не только на Петра, но и на апостола Павла. Не сами на себя наложили они вериги, но арестовавшие их воины. Церковь празднует поклонение веригам святого апостола Петра 29 июня. Это те вериги, в которые Петр был закован в темнице по повелению Ирода и чудесно был освобожден ангелом. Некоторые из христиан якобы тайно взяли эти цепи и в дальнейшем усердно будто бы хранили их у себя, как бы имея перед собой подвиг и чудо, бывшее с Петром. Иринарх. Ростовский память, 13 января. И свыше был ему голос. Дерзай, страдалец мой, я с тобою всегда. Я ждал твоего подвига, и терпению твоему дивились ангелы. Теперь уже больше не будет на тебя гонений, но ждет тебя уготованное тебе место в Царстве Небесном. После старца Иринарха осталось праведных трудов его, 142 креста медных, 7 трудов плечных, железная цепь в 20 сажен, которую он надевал на шею, железные пута ножные, 17 медных и железных оковцев, которые он носил на руках и на груди, связки, которые носил на поясе, весом в один пут, палка железная, которую он смирял свое тело и прогонял невидимых бесов. В этих трудах, кавычках, праведных своих, старец Иринарх прожил 38 лет и 4 месяца, а в мире жил 20 лет. Всего же он прожил 68 лет и 4 месяца. Феодосий Печерский, память, 3 мая. Иногда ночью, летом он восходил наверх пещеры и, обнажив до пояса свое тело, придавал его жалу многочисленных оводов и комаров. В это время руками своими он прял волну, а устами воспевал стихи из псалтыря. Вследствие многочисленных ужалений и поранений насекомых, все тело его обогрелось кровью, но он недвижимо сидел, не трогаясь с места до тех пор, пока не ударяли к утренне. Внешнее оно перед глазами, доступное пощупать, осязать. Что дорого пропитано слезами, мед до забвения привыкли мы лизать. Мы состоим из тела и души. Чему издревле наши предпочтения? Что ставим ни во что, сумели засушить? На что иное тратим силы, деньги? Внешнее оно и на слуху, питание, питье и все для чрева. Добавить чревобесия еще грех ко греху, там продавец у древа, дева, ева. А душу накормить священным словом, неповрежденным ересью сектанской. На это тратиться с усердием готовы, не отличая истины от сказки. Одежда поглощает столько средств, без рис и поручей до Бога не добраться. Не душу одевали, прах и перст, не в праведность привыкли одеваться. Все внешнее, родное нашей плоти, привычное, понятное жилище. Нас к этому призвал из Назарета плотник. Духовные обители мы ищем, все храмы, храмы, долговые ямы. Без храма Бог не слышит и не видит. Какой апостол говорил о храмах? О колокольнях, куполах, репидах. Не внешнее Христос пришел исправить. Уж не блистал ли храм в Иерусалиме? Он сам сказал им, дьявол вами правит. А храм ваш пуст, все на песке, мы глина. Мирская грамота духовных академий, что толку? Во главу не ставишь душу, нам эта мысль не прижилась под темя. И ратуем о том, плотском, наружном. 14 августа 2003 год, Игнатий Лапкин.